А что насчет взаимоотношений между персонажами Сергеем и Максом? Какие у них взаимоотношения были? Ну, я бы их, наверное, назвал запутанными. Потому что, получается, они сначала сотрудничали, все у них хорошо. Потом в какой-то момент они вроде как ругаются. Потом вроде бы опять небольшое, как бы такое, как сотрудничество. И в конце у них обрыв совсем. То есть, как бы, такие отношения у них запутанные, я бы сказал. Да, это... Поворотов было очень много таких, вот именно вот, когда... То есть, они сталкивались. Да, да, да. Взбавил. Сергей Макс обещал, что его никто не тронет. А в итоге про Макса никто вообще, ну, логично, вообще никто забыть не мог. Потому что он напакостил, будь здоров для них. И... Все его помнили. Получается, что Сергей не выполнил свои обещания. И при этом получал, что он еще, как бы, не напрямую даже, а, получается, как-то переносными смыслами обвинял Макса и его самого, что в него же нападают. Да. То есть, такие отношения своеобразные. А как ты оцениваешь свою актерскую игру в фильме? У меня еще взять по пяти бальней, ну, где-то четыре. Потому что есть моменты, где... К сожалению, даже по личным причинам я, к сожалению, не мог постоянно присутствовать на съемках. Поэтому... Меня ее оценил четыре балла. Потому что там еще были по сюжету моменты, которые нам было доснимать. Но вот по личным причинам, к сожалению, не мог присутствовать на съемках. Ну вот. А так, четыре балла из пяти. Как бы, сыграл, ну, даже... Мне даже было приятно узнать, что многие мою игру оценили гораздо выше, чем я ее оцениваю. Ну, времени зря не было потеряно. Вот особенно вторая, третья часть. Особенно третья, но там даже и был больше акцент, что-то по максимуму раскрыть моего персонажа. И даже Юлиного персонажа Карпова. Ну, получилось так, что... Как бы мой раскрылся побольше, а Карпова персонаж, в принципе, минимально совсем раскрылся довольно-таки. Вот именно мой, да, он как бы был уже при движении. Вот Карпова там все-таки надо было там еще дорабатывать. Но там и у Юрия самого тоже по личным причинам он тоже не мог постоянно присутствовать на съемках. Поэтому, к сожалению, до конца мы этих не раскрыли. Ну, вот мы и приблизились к последнему вопросу. Хотел бы ты и дальше принимать участие в съемках? По мере возможности с удовольствием, конечно. Потому что, да, конечно, не удастся там на сто процентов всегда участвовать. Но вот когда будут такие возможности, конечно, с удовольствием. Потому что это собираются люди. Это вот съемки нас, как многие, и Макс говорил сам, и вот Арсенов, режиссер говорил, что нас это объединяет в один круг. Потому что, как бы, скажем, если не съемки, ну, раз через раз мы там что-то повеселимся, там, куда-нибудь съездим и тому подобное. А вот когда съемки, вот это такой период времени, вот когда мы уже пообещали друг другу уже куда-то туда съездить. Вот это же Марупа, куда мы ездили довольно часто. И в больницу мы ездили раз за три. То есть, как бы, вот эти дни нас объединяли, конечно, и давали нам шанс видеться чаще. То есть, получалось, мы засняли вот две-три сцены. Особенно, когда было ближе к Арсену, режиссеру, день рождения, там вообще большую часть фильма за два дня была снята. Потому что Макс и Арсен ездили еще на дачу, доснимали моменты. И потом они приехали в Ригу, и мы просто одним махом добили этот фильм. Поэтому, да, это нас объединяет, конечно. Спасибо этому большому, что есть такая возможность в жизни. Поэтому, конечно, по мере возможности я с удовольствием. Но, конечно, буду смотреть по личным обстоятельствам тоже. Конечно, всегда нужно уметь планировать собственное мнение. А что касательно съемок, конечно, я тоже считаю, что это именно и всегда являлось основным стержнем компании. Да, да, да. Потому что, ну, это вот корень, из которого растут ветки. И вот эти ветки между собой взаимосвязаны. То есть, каждый от кого-то зависит. И что самое приятное в этом, это еще и память, воспоминания. Да, да, да. То, что когда вот нам сейчас, в принципе, у всех третий десяток жизни, а когда уже будет пятый десяток, все будут смотреть эти фильмы, так тоже забавляться. То есть, воспоминания с молодым. Даже вот у кого-то из нас уже дети уже будут. И им будет показать приятно, что вот мы не пили там по дворам и еще всякой ерундой занимались. А вот занимались тем, что нам нравится. И съемки, все эти процессы. То есть, будет что рассказать, конечно, будущему поколению. Это да. Полностью с тобой согласен. Ну что ж, на этом наше время и твое интервью подходит к концу. Я благодарю тебя за твое время, которое ты потратил, отвечая на эти вопросы. Ну, я думаю, тебе и самому было интересно и приятно. Конечно, было интересно. Ну, конечно, в первой части не участвовал. Но вот со второй почти. Ну, четвертая там тоже совсем чуть-чуть. Вот именно вторая и третья, конечно. Ну, не зря проведенное время. Со всеми видишься. Не то, что мы все время такие, серьезно, единственная съемка. Мы там тоже во время съемок можем 5-10 дублей снимать. Но это как бы настроение напронимает. Потому что там тоже веселимся на съемках. Всякие такие моменты. Я думаю, там, в любом случае, еще выпустим трейлер какой-нибудь. Типа воспоминательный. А именно со всех мест съемок. Сколько как это. Типа такие сборочки. Там по 2-3 дубля. У кого-то там смех пробирал. Или еще что-то. Да, подобные проекты еще будут выходить. Ну, что ж. Тогда на этой ноте мы заканчиваем. Ну, все. До свидания, народ. Ну, что ж, Сергей. Вот мы и встретились. Ну, что, приятного, когда на тебя пистолет наводят без предупреждения? Ты что творишь? Сергей, ты же сам говорил всегда, что это лишь игра. Успокойся, Поле. Жизнь – это игра. Ты выжил. А значит, выиграл. А ты погиб. А значит, поиграл. Опять не до комнаты. Похоже, мы здесь застряли. И снова вдвоем. Остаешься лишь одно. Продолжить игру. Похоже, у нас нет выбора. А я говорил. Что ты орешь? Пошли, б***ь. Где я? Аааа!